Королева Камила, в девичестве Камила Шант, всегда была фигурой интересной, но не столь публичной, как другие члены королевской семьи, такие как принцесса Диана или сама королева Елизавета II. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. Однако ее жизнь и происхождение содержат множество увлекательных фактов, которые заслуживают внимание. Королева Камила происходит из семьи английских аристократов, что делает ее королевское положение совсем неудивительным. В ее генеалогии есть значительная связь с британской королевской семьей, и, возможно, именно это сыграло роль в ее отношениях с нынешним королем Карлом III. Ее прабабушка по материнской линии, Алиса Кеппелл, была любовницей короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории. Существует предположение, что одна из дочерей Алисы могла быть дочерью короля Эдуарда, что сделала бы Камилу и Чарльза, Карла III, дальними родственниками. Хотя эти родственные связи никогда не были официально подтверждены, они, безусловно, добавляют интриги к биографии Камилы. Камила выросла в обеспеченной аристократической семье и провела счастливое детство, которое, по ее словам, сыграло важную роль в формировании ее личности. Она родилась в Лондоне, но основную часть детства провела в графстве Сассекс. Ее отец был участником Второй мировой войны, служив в британской армии, что, вероятно, повлияло на ее уважение к военной службе и истории. Ее мать занималась благотворительностью, что сформировало у Камилы осознание социальной ответственности. В отличие от Чарльза, детство которого он сам называл одиноким, Камила вспоминает свои ранние годы с теплотой и гордостью. Будучи старшим ребенком в семье, она проявляла заботу о своих младших братья и сестре, что помогло ей развить лидерские качества, которые она демонстрирует и в своей взрослой жизни. Детство Камилы можно описать как гармоничное и стабильное, что резко контрастирует с детством ее будущего супруга. Несмотря на всю свою уверенность и спокойствие в публичных выступлениях, у Камилы есть свои слабости. Одной из ее фобий является боязнь лифтов. Этот страх появился в юности, когда Камила училась в Париже. Однажды, находясь в лифте, она оказалась в ловушке вместе с тремя другими пассажирами на семь часов, пока не прибыли спасатели. С тех пор она избегает лифтов и, если есть возможность, предпочитает подниматься по лестнице или использовать эскалатор. Вторая фобия Камилы – это страх полетов. Она никогда не любила путешествовать по воздуху и всегда испытывала дискомфорт перед полетом. Особенно тяжело ей давались дальние перелеты, такие как визиты в Австралию или Новую Зеландию. В 2019 году Камила попыталась избавиться от своего страха полетов при помощи индийского гуру, который помог ей преодолеть этот страх с помощью медитаций и дыхательных практик. Хотя страх полетов уменьшился, он все еще остается одной из ее уязвимых сторон. Камила старше своего супруга на 15 месяцев, что делает ее своеобразной старшей в их отношениях. Этот возрастной факт сыграл свою роль в их общении, особенно на начальном этапе их отношений. Чарльз часто обращался к ней за советами, считая ее опыт более зрелым и взвешенным. В их ранних отношениях Камила была для него наставницей и подругой, что помогало ему справляться с давлением, связанным с его королевскими обязанностями. Это контрастировало с его отношениями с принцессой Дианой, которая была значительно моложе как Чарльза, так и Камилы. Диана часто называла Камилу уничижительными прозвищами, такими как Ротвейлер, подразумевая ее силу и напор. Камила, в свою очередь, не оставалась в долгу, называя Диану Барби, намекая на ее молодость и наивность. Эти взаимные насмешки подчеркивали напряженность в отношениях между женщинами, которые долгое время находились в любовном треугольнике с Чарльзом. После брака с Чарльзом Камила приняла на себя обязанности, связанные с ее новым статусом. Однако ее мечты детства, где она представляла себя домохозяйкой в сельской местности, окруженной лошадьми и собаками, остались с ней. Несмотря на свою нелюбовь к публичным мероприятиям и обязательствам, она вынуждена была принять эту сторону жизни после вступления в брак с Чарльзом, а затем и с восхождением на трон в 22-м году. Камила не стремилась к публичной славе, но ее умение находить общий язык с людьми и приверженность традициям сделали ее уважаемой фигурой в британском обществе. Хотя она не сразу получила одобрение публики, со временем ее участие в благотворительных инициативах и преданность семье помогли ей заслужить уважение и признание. В отношениях с Чарльзом Камила всегда играла ключевую роль. Их взаимопонимание и общие интересы, такие как любовь к лошадям и природе, сделали их союз крепким и стабильным. Чарльз неоднократно говорил о том, как сильно он ценит Камилу за ее поддержку и способность сохранять спокойствие в трудные моменты. Они делят не только обязанности монаших особ, но и многие личные интересы, что укрепляет их брак. Камила всегда поддерживала Чарльза, даже в периоды наибольшего давления на него со стороны общественности. Например, когда Чарльза критиковали за его отношение к принцессе Диане. Камила стояла рядом с ним, несмотря на критику в ее адрес. Их союз был основан на долгой дружбе и общих интересах, что позволило им справиться с испытаниями, выпавшими на их долю. После восшествия Чарльза на трон в 1922 году Камила стала королевой-консортом, что ознаменовало ее окончательное принятие как полноправной члена королевской семьи. Хотя общественное мнение о ней долгое время было неоднозначным, ее роль в поддержке Чарльза и участие в общественной жизни сделали ее значимой фигурой для британского народа. Камила продолжает работать над поддержанием позитивного имиджа и активно участвует в благотворительных инициативах, связанных с образованием, здоровьем и защитой прав женщин. Королева Камила, супруга короля Чарльза III, является одной из самых интригующих и многогранных фигур британской монархии. Ее жизнь наполнена множеством интересных аспектов, которые выходят за рамки традиционных представлений от членов королевской семьи. Одной из самых ярких черт ее характера является любовь к книгам, чтению, а также страсть к животным и природному миру. Любовь Камилы к книгам началась с детства. Ее отец, Брюс Шант, имел огромную любовь к чтению и передал эту страсть своим детям. Каждый вечер он читал Камиле, ее сестре и брату различные книги, что стало настоящей семейной традицией. Это время было для них особенным, создавая глубокую эмоциональную связь не только между ними, но и с миром литературы. Именно благодаря этим вечерним сеансам чтения Камила на всю жизнь сохранила свою любовь к книгам и всегда старается ее передавать окружающим. Сейчас, будучи королевой, Камила активно поддерживает литературное движение и пытается вернуть британцам интерес к чтению. Она инициировала создание нескольких организаций и ассоциаций, продвигающих литературу и чтение в Великобритании. Одним из таких проектов является ее королевский книжный клуб, который находится под ее патронажем. В рамках этой инициативы проводятся различные литературные мероприятия, фестивали, конференции и встречи с писателями. Камила уделяет особое внимание поддержке молодых авторов, создавая возможности для их развития и поощряя их творческие начинания с помощью различных премий. Она не раз отмечала, что в современном мире все больше людей увлечены гаджетами, смартфонами и интернетом. От чтения книг отошло на второй план. Однако Камила верит в то, что книги обладают уникальной силой обогащать ум и душу человека. И поэтому она стремится возродить интерес к чтению среди британцев. Камила выросла в сельской местности, что объясняет ее привязанность к природе и животным. Особенно она обожает собак, что стало одним из факторов, сблизивших ее с королевой Елизаветой II, которая также была известной любительницей собак, особенно корги. У Камилы всегда есть собаки в ее доме, и сейчас это два Джек Рассела, а также другие породы, включая корги и смешанные скорги породы, которые известны как Дорги. Любовь к собакам была настолько сильной, что это даже помогло ей завоевать симпатию ее свекрови, королевы Елизаветы II. Камила не только любит собак, но и активно участвует в делах, связанных с их защитой. Под ее патронажем недавно был открыт крупный приют для бездомных собак и кошек в Лондоне, в районе Баттерси, расположенном недалеко от Эмзы. Этот приют стал важным центром заботы о животных, где они получают не только медицинскую помощь, но и шанс найти новый дом. Как и многие женщины в королевской семье, Камила носит различные драгоценности, однако она никогда не была ярой поклонницей драгоценных украшений в своей молодости. Ее коллекция драгоценностей была весьма скромной, но после вступления в брак с Чарльзом и получения статуса королевы-консорта, она стала обладательницей значительной части королевских драгоценностей. Королева Елизавета II перед своей смертью подарила Камиле ключ от королевской сокровищницы, в которой хранится огромное количество драгоценностей, оцененных в миллиарды фунтов. Вопреки своему равнодушию к украшениям, Камила должна носить их на официальных мероприятиях, включая диадемы, короны, колье, браслеты и перстни. Однако есть один забавный нюанс – у Камилы нет проколов в ушах, и все серьги, которые она носит, на самом деле являются клипсами. Камила является страстным садоводом, что неудивительно, учитывая ее связь с сельской жизнью и любовь к природе. Она активно участвует в различных выставках и фестивалях, связанных с садоводством, и не просто выступает на них в качестве почетного гостя, но и делится своими знаниями и опытом в этой области. Ее интерес к садоводству также отражается в том, что она принимает участие в кулинарных программах, где дает советы по выращиванию овощей. Камила любит английские сады, известные своим уникальным дизайном и разнообразием растений. Ее увлечение садоводством не ограничивается только эстетикой. Она также активно занимается выращиванием овощей и фруктов, что помогает ей поддерживать здоровый образ жизни. Несмотря на то, что в королевской семье работают именитые шеф-повара, Камила прекрасно готовит сама. Ее сын Том Паркер Боулс не раз упоминал, что в детстве никто не готовил вкуснее, чем его мать. Камила предпочитает готовить здоровую еду, следуя принципам органического питания, которые продвигает ее муж, король Чарльз III. Среди ее любимых блюд – овощи, рыба и качественное мясо. Королева также является знатоком красного вина, которое предпочитает пить вечером. Этот интерес к вину она унаследовала от своего отца, у которого были собственные виноградники на юге Англии. Раньше Камила была заядлой курильщицей и курила в течение 30 лет. Ее зависимость от табака была настолько сильной, что ее пальцы стали желтыми, как у многих курильщиков. Однако Чарльз, который был известен своей неприязнью к курению, поставил ей ультиматум – либо она бросает курить, либо их отношения будут под угрозой. Камила решила отказаться от этой привычки и с тех пор больше не курят. Она даже попросила прислугу убрать все пепельницы из ее поля зрения, чтобы избежать соблазна вернуться к вредной привычке. Королева Камила обожает балет и активно занимается им. Она особенно поощряет женщин среднего и старшего возраста заниматься этим видом искусства. В Англии стали популярными балетные группы и школы для тех, кому за 55 лет, что, по мнению Камила, является отличным способом поддерживать физическую форму и сохранять здоровье. Балет, по ее словам, положительно влияет на осанку, позвоночник и общее физическое состояние. И поэтому она активно пропагандирует этот вид спорта среди женщин старшего возраста. Отношения Камилы с Чарльзом всегда были сложными и обсуждаемыми в обществе. Однако с годами их союз укрепился, и сегодня они являются поддержкой друг для друга во всех аспектах жизни, включая королевские обязанности. Камила оказала значительное влияние на Чаюза, помогая ему справляться с давлением, связанным с его ролью наследника престола и, позже, короля. Их союз, основанный на взаимопонимании, дружбе и общих интересах, таких как любовь к природе и искусству, стал неотъемлемой частью жизни каждого из них. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.